я его родила для себя это мой мальчик и его я никому не отдам вот такое приходится выслушивать от некоторых мамочек хочется сразу сказать дорогие мои а что ребенок ваша собственность некоторые почему-то совершенно искренне считают что ребенок наша собственность но позвольте собственностью может быть вещи квартира животные да там приравнивается к скотине когда допустим я собак страховала мне говорят а как мы их там их приравняли корове от мужик корова страховал вот но человек обладает сознанием личностью личность то есть свобода человека закреплена за ним в конституции российской федерации а кто считает себя верующим вы прекрасно знаете что величайший дар который дал нам всевышний это дар свободы нередко несчастные дети уже взрослые пишут мне я что ипотека я что долгосрочный укладу банки которые родителям дивиденды должен приносить вот к сожалению да вот такое отношение к детям а потом удивляются почему дети не хотят к родителям потребительское отношение высасывание финансового ресурса вытягивание эмоций манипуляций дай 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 мне внимание я тебя родила дай ты мне обязан потому что потому что мама одна потому что ты мне должен потому что я тебе родила потому что я не сделала аборт и такой бред приходится выслушивать а ведь знаете в чем вся фишка чего у меня срачи на ю тубе эти комментарии подчищается потому что родить не значит стать матерью мать это любовь мать это женщина настоящие весна природа талант поток любви мать это количество любви которые вы отдали женщина может быть бездетный но она может любить работать в детском доме в приюте и любить и отдавать и у женщины может быть кто знает до матерей такого низко социального поведения который двоих троих детей бросили бухают или там может быть лучшем случае их содержат но нет любви это мать мать это количество любви настоящие которые мы отдали и книга в издательстве когита центр темная сторона материнства лилит об этом тоже говорит в этом издательстве издавалась и я с моей второй книгой вот поэтому дорогие мои ребенок это не наша собственность не наша рука и нога понятно при воспитании детей нельзя детям давать прямо полностью садиться на голову разумный баланс положительное подкрепление отрицательное подкрепление то есть мы любим но если видим недостатки мы с ребенком договариваемся и не надо никаких телесных наказаний и вот даже криков чтобы с ребенком договориться нужно внутри иметь мир гармонию баланс опять мы откидываемся к самой себе поэтому ребенок не наша собственность но когда я его родила для себя отсюда и начинается конфликт свекрови и невестки никакую невестку свекровь не полюбит если она его родила для себя причем даже внешне она может транслировать что даже не есть нужны внуки тебе надо семью ну это социум давить да то внутри у нее стоит твердое убеждение на подкорке на подсознании большинство наших поступков определяет то что мы накопили в прошлое ушло глубоко во внутрь вот внутри это транслируется и здесь честность собой и путешествие вглубь себя и осознание вот этих затыков приводит к тому что взрослый мудрый человек силен тем что он знает свои слабости и над ними работает а когда мы над чем-то постоянно работаем неизбежно мы получаем классный суперский результат и дети идут туда где есть больше любви дома может быть бардак даже может там не пахнуть пирогами но если там есть любовь туда дети пойдут но если мама родила для себя дорогие мои невестки не полюбит она вас это будет постоянное соперничество это будет война не на жизнь а на смерть это будет я там главная жена в гареме к жене относиться как к любовнице да как первая жена вот психологический даже инцест то есть всевозможные вот эти виды извращения вот поэтому смотрите собирайте информацию работаете над собой у кого сложности я всегда рада видеть на своих консультациях по ватсапу skype и вайберу меня зовут юлия новикова я психолог онлайн автор нескольких книг моя вторая книга по психологии семьи брака свекровь и невестка мир или война стала бестселлером в первый месяц продаж хотя не могу сказать что меня радует печальная слава такой горькой темы ну что ж с другой стороны давайте на позитиве закончим сейчас то поколение которые смотрят которые анализируют который работает над собой который боится стать злобной тещей или свекровью дорогие мои если вы над этим работаете то шансы создать счастливое будущее у вас очень большие когда вы идете то вы придете туда куда вы хотите только от нас зависит какие мы будем мы не можем глобально поменять мир или других но мы всегда можем изменить себя определенно лучшую сторону чего я вам и желаю и у вас все получится потому что все в наших руках